Всем привет! С вами Эдгар. И сегодня у меня будет обзорчик на дом. На каком этапе? 28 марта сегодня на дворе, 2018 год. Сегодня приехали с семьей посмотреть, что у нас происходит. И начну я сейчас со второго этажа. Это у нас детская комната. Пока на улице еще снег. Скоро снежочек сойдет, и я там буду делать уже забор. На втором этаже, после предыдущего ролика, в принципе, ничего такого не поменялось. Здесь сделана шпаклевка. Еще шкуркой не прошли. Ждет краски. Все остальное у нас подготовлено. Также после того, как мы покрасим, будем ложить уже здесь ламинат, паркет. Здесь вторая комната, семейная комната. Та же история. Тоже ждет шкурка и покраска. Также у меня кондиционеры вот эти лежат. Как только мы покрасим, кондиционеры повесим уже. Здесь, вот если с лестницы подниматься, получается, вот у меня семейная, детская. И сразу на втором этаже идет мой кабинет. И по лестнице наверх и направо идет, пока вот в таком состоянии, ванна на втором этаже. Здесь у меня будет ванна и все остальное. Сейчас занимаемся первым этажом ванны. Плитку ложим. Сейчас я вам покажу. В кабинете та же история. Здесь шкурка, покраска и потом здесь будет паркет. Паркет и ламинат мы уже привезли. Тоже ждет. Это все дело на готове. Сейчас полностью весь дом заделаем. Вот, кстати, лестничный марш. Вот на второй этаж как подниматься. Здесь тоже зашпаклевали. Также будет шкуриться и краситься. Вот. Сейчас я покажу вам, что внизу происходит. На нижнем этаже уже вся плитка готова. Вот у нас тут. Сейчас покажу, что происходит. Здесь мы поставили дверь. Вот такая вот у меня дверь. Красивая, с орнаментом. Здесь вот такая вот бронза. Отдельно потом расскажу, сколько она стоит и все такое. Эту дверь я здесь поставил. Она толстая. Толще, чем предыдущий вариант. Чтобы не было намерзания и все такое. Можете посмотреть. Здесь толщина двери уже совсем другая. Здесь вот арка вот эта еще будет заделываться. И на данном этапе здесь выкладывается плитка. Процесс идет. Внизу идет такого вот синеватого цвета. Здесь песчаный, мраморный. Плитка на 60 на 120. Как вы видите. И используются специальные вот такие крепления. Затяжки. Очень хорошая вещь. Чтобы было ровненько все. Просто снизу ставится 3D крестики, что ли называется. Что-то типа того. И потом это вот так вот забивается туда. Тем самым стягивает. Чтобы стянуть такие 3D крестики. Вот есть вот такая вот штукенца. Очень удобная вещь. Вот смотрите. Ставите вот так. Чтобы руками вот так вот вручную не делать. Не бить, ничего не портить. Просто ставите и зажимаете. Плитка стягивается. И все ровненько. Вот они. Вот эти штучки. Продаются они в Лерой Мерлен. В принципе недорого. Вот они выглядят таким образом. С этой стороны, как вы можете видеть. Здесь у меня будет светлая плитка. Здесь темная. Пол идет темный. Переходит в душевую кабину. Тоже душевую кабину уже залили. Мы ее заливали сами. Все уже готово. Там трап уже готов. И здесь будет стеклянная кабинка ставиться. И такая темная плитка будет переходить в стену. С этой стороны все будет светлое. Как все будет готово, я конечно же покажу. Но пока это выглядит вот таким вот образом. Здесь, конечно же, все пыльно, грязненько. Поэтому пока не до конца понятно, как это все выглядит. Здесь будем закрывать. Тут все тоже сейчас плиткой заложится. И будет офигенно у меня ванна. Наверху тоже закроем чуть позже. Тут процесс такой же. Здесь скоро ждем, двери приедут. Вот она, плиточка. Тут уже на первом этаже всю плитку выложили. Вот здесь ламинат привезли. Есть уже. Это для второго этажа. Здесь сейчас можете посмотреть. Сейчас идет процесс. Покраска стен. Здесь стены уже все подготовлены. И сейчас только осталось покрасить. И на днях нам привезут кухню. Поэтому у нас в первую очередь сейчас мы делаем кухню. Все это дело установится. И здесь комната, в принципе, уже готова. Краску мы покупали в Leroy Merlin. Стоит она, конечно, недешево. Так. Называется De Mixed Color. Сейчас покажу. Deluxe Trade Diamant. Diamant, это же алмаз, да? Переводится. Смотрели ролик, в чем разница, например, дорогой, хорошей краски и дешевой. Отличается она тем, что она более плотная и хорошо ложится. И внутри там содержится крошка, которая распределяется по стене. И за счет этого, в общем, нету никаких полос, разводов и все такое. Но, как мне сказал Ворос, разводы делают не краска, а люди. Даже если у вас очень хорошая краска и у вас мастер просто не владеет кисточкой и не умеет это делать, у вас, конечно, будут на потолке, на стенах везде полосы. Но, в любом случае, я выбрал эту краску. Вот такая вот банка. Она стоит 6000 рублей. Будем надеяться, что будет красить хорошо. Сейчас Ворос сделал первый слой и будем делать, потом, когда все высохнет, еще один слой, второй. Я думала, что это два слоя. Нет, Ворос это один же слой, да, слой ты сделал? Вот это на потолке. То есть лицо как будто бы где-то, как славяло слое покраски? Да, вот пока на потолке один слой краски идет. И уже выглядит, в принципе, достойно. Если тут еще два слоя покрыть, чтобы вот тут мелкие нюансы такие есть, чтобы их не видно было, и будет вообще все идеально. Что тебе, Эдин, нравится? Да, нравится. Эти мордии давно не было, тут уже успели положить плитку. Не успели, а просто положили плитку, потом еще в ванной сделали. Короче, мне везде нравится. И вообще, в прихожей даже, когда там дверь стоит, уже красивая. Ну, тебе что, как, нормально? Мне вообще уже хочется, сразу ждать примера. Скоро переедем, да, Милан? Да. Так что сейчас вот краской здесь сделаем, три слоя тут. Еще такая фишка, когда красится в белый цвет, прям сразу потолки стоят высокими, выше, из-за белого цвета. А вот почему нет, значит, что краска тоже, да? Хорошо, что белую краску нужно было. Если темные какие-то тона выбирать, ощущение совсем другое. Я немножко сомневалась, но Эктор говорил, что белая краска – это самый тон, и он был прав. Ну и просто такое ощущение чистоты, уюта, классно так. Здесь вот у нас выход на улицу идет. Сейчас я вам покажу. И сразу можно прыгать. Здесь бассейн можно. Да, здесь мы сделаем вот отсюда. С кухни выхожешь и сразу ныряешь здесь в бассейн. Тут, в общем, рассчитано на что? Здесь мы можем еще сделать дополнительно, увеличить дом, да? Как веранда будет, или зал сделать. В общем, делайте, что хотите. Но в этом году пока как ступеньки сделаем. У меня задача здесь забор, все отгородить, потому что, как вы видите, пока заборов здесь никто еще не делал. Потому что народ тут только начинает заезжать. Поэтому отгородим, засыпем это все дело щебнем. Для этого года будет достаточно. А потом уже подумаем. И уже можно здесь что-то строить. Это уже мы будем делать проектирование. Более грамотно подходить. Не будем торопиться. Сейчас мы стараемся побыстрее это все сделать. Потому что скоро лето. Скоро лето. Бассейнчик, плавать, купаться. Да, Милан? Классно тебе здесь? Нравится? Что нравится, скажи? Ничего. Ничего не нравится. Или все нравится? Не нравится? Скучно вообще. Конечно, пока здесь стройка идет. Когда стройка идет... Миланя даже красить не дает. Представляете? Скукотень. И нормальная краска. Мон, дядь, мороз, как весь дом. Миланя уже, когда все будет красиво, да, Миланочка? Уже кухня, все-все будет готово. Миланочка приедет и уже... Здесь будет зеленая травка. Ты туда кинешь клопник, рассадишь своих куколок. Будешь играть. А вам интересно, как птичьи здесь будут летать. То, нравится, они вообще здесь не будут будут? Будут зачем? Конечно. Там же лес у нас рядышком. Лес. Агроменная, не летает. Я же сказал, что это не нужно. Короче, такой вот этап. Ну, я не знаю, тут осталось еще работы на месяц, наверное, да, Варусь? Сколько? Ну, грубо говоря, короче, месяц еще. Тут плитку доделаем, ванной, комнаты. Здесь, в принципе, кухня с полом уже готова. Остается только нам мебель поставить и все остальное. Ну, вот две ванны доделают сейчас там в процессе. И то их мы чуть... Ну, так долго получается, потому что мы плитку заказали, пока ждали. Вот сейчас вторая часть еще не приехала. Да, и дверь еще, только в апреле будет. И, в принципе, все. Вот такой вот этап.